Сквер Самарец, расположенный в советском районе города, в прошлом году вошел в число победителей голосования за благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». И прямо сейчас в этом сквере кипит работа. Об устройство фонтана, проведение коммуникаций для автополива газонов и фонарного освещения, восстановление пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки, санитарная обрезка зеленых насаждений. Работы по благоустройству сквера стартовали в конце апреля. Сейчас его территория представляет собой большую стройплощадку. Светлана Михайлова, житель близлежащего дома, рассказывает. В том году и сама голосовала за сквер Самарец, и знакомых активно агитировала. В итоге территория набрала 25,5 тысяч голосов. У меня выросли дети, внуки, правнуки. Все уже здесь гуляют, играют. Нам очень приятно, что его начали делать. Мы очень довольны. Ну и хотелось бы, чтобы быстрее закончили все. Хочется сказать большое спасибо губернатору Самарской области Азарову, администрации, которая принимает во всем этом участие, ну и всем жителям, которые голосовали за это. Согласно проекту, сквер стилизуют под 40-е годы прошлого века. Архитекторы наполнят пространство символами того периода, когда улица Победы застраивалась сталинками. Сквер будет поделен на две зоны – прогулочную и выставочное пространство. Мы попытались в проекте при отрывке одной из самых, может быть, знаменательных страничек нашего города, тогда еще Куйбышева, послевоенного Куйбышева. Работы в сквере Самарец ведутся ежедневно, рассказывает представитель организации подрядчика. Уже к осени обновленная территория встретит посетителей. На данный момент произведены все работы по демонтажу твердых покрытий, асфальтовых, бетонных. И выполнено где-то процентов, наверное, 80 подземных коммуникаций. На объекте работает ежедневно где-то порядка 20 человек. 3-4 техники, посмотрев для каких производств. Благоустроить не только сквер, но и прилегающие территории. У нас, в принципе, такой комплексный подход. Такая задача ставится. Мы ее стараемся выполнить. Если делаем благоустройство общественного пространства, то все подъездные и пешие подходы, пешеходные, мы данным территориям приводим в порядок для того, чтобы уже само общественное пространство имело законченный вид. Работы по благоустройству ведутся еще на трех общественных пространствах, ставших победителями рейтингового голосования в прошлом году. Жители сами решают, какие территории требуют перемен. Сейчас проходит новое голосование за благоустройство территорий в 2024 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В нем участвуют 20 общественных пространств Самары. Проголосовать можно до 31 мая на портале 63.городсреда.ру. Галина Топилина, Константин Головин, События.